Всем привет! Пятница, время роликов про эквестрисы. И вы знаете, это всегда или про сами эквестрисы, или с их участием. А сегодня будет именно с их участием. Вы пока вот рассматриваете полочку, где в основном стоят эквестрисы. А я вам немножко поболтаю, и очень часто меня прям спрашивают показать кусты мои, показать листья, показать корни. Хотя мне кажется, что я все время что-то показываю подобное в своих видео. Но вот так вот примерно у меня все выглядит, все стоит. Это такая у меня полочка, где все вот так вот растут в пробковых кашпо. Ребятки, извините, свет будет меняться, и местами он будет не очень приятный розовый для глаз, потому что у меня вот такая лампа, там значит красненькие светодиоды, синенькие светодиоды, беленькие и желтенькие. То есть у меня там кроме стандартного набора, да, красных и синих, еще идет дневной свет и фулл спектр. Назывались эти диоды. Вот, у них тоже нужная длина волны. В общем, полезная классная штука. Для глаза оно светит очень неярко, и для глаза ты в основном видишь вот так, как вы видите сейчас, не розовым этот цвет. И очень-очень зашло орхидеям, и опять-таки для глаза свет кажется достаточно блеклым, но вот он хороший для орхов оказался. Вот так что, кто спрашивал, вот такие у меня лампы. Фирмы нету, ничего нету, они делались на заказ, они ко мне приходят уже собраны, и только муж мне электрику это собирает, подключает их, все. Ну, в принципе, можно сразу просить это все делать, но мне удобнее так. Я убила собачью миску, извините. Так, а у меня стоит вот такая светоотражающая штучка, боже мой, я заблока называется, она продается в огромных рулонах, они вообще разного вида есть, их безумное множество, но единственный минус, всех предупреждаю, кто вот так вот сделает, как у меня, с трех сторон, беда все в том, что оно задерживает тепло. И у меня работает вот такие вентиляторы, две штучки, но после того, как я доставила дополнительную лампу, которую я сейчас включаю отдельно, но я их буду снимать, мне не понравилось, я буду ставить другие лампы дополнительные. Так вот, греться сильно стало, и вот двух вентиляторов на то, как у меня сейчас стоит, уже не хватает, как бы пока держится дело, но летом это будет швах, поэтому да, эти лампы одни я заменю на другие, которые меньше греются. И вот очень важный фактор, когда вы подбираете лампы для орхидей, особенно вот в такие вот, как у меня, теплички, которые закрываются, то смотрите, они должны греться минимально. Или же, если это там какой-то прожектор, который небольшой, у него должен быть какой-то теплоотвод. Это действительно крайне важно, и даже когда на обычных стеллажах, если вы продешевите и купите лампу, которая греется, то она будет греть полочку снизу. И бывает такая неприятность, когда запревают, загнивают корни, им влажно и очень жарко, и очень плохой эффект бани получается. Обратите на это отдельное внимание. Так, вот такие вентиляторы. Ну, кстати, я, наверное, хочу еще два доставить, но посмотрим. Посмотрим, я поменяю лампу, посмотрим, как будет греться, и тогда уже буду потихоньку принимать решение. Так. Ну, вот вы видите по состоянию моих фаленопсисов, то все хорошо, всех все устраивает и всем все нравится. Ребятки, я не знаю, я не вижу большого смысла рассказывать вот всем, кто спрашивает по поливу этих прелестей, потому что на самом деле даже вот в одинаковых горшочках вот ребята, да, ребята стоят рядом, кто-то вот рядом в маленькие горшочки стоят, вот в больших стоят. И вот, например, в больших я выливаю чаще, чем вот этих в маленьких. То есть тут зависит от активности растений, от вашей посадки, от ваших условий, от вот этого всего. Это настолько тонкий фактор, что я вам, ну, никак не подскажу и не расскажу. До этого надо дойти. Я, например, немножко варьирую, меняю посадку. Видите, у меня немножко разные горшочки бывают. То есть это тоже меняется от того, ну, и какая корневая. И, например, я смотрю, ну, как поливать, да, подстраиваться с поливом. Вот если это будет пересадка той орхидеи, которая у меня растет давно, я знаю, что вот в таком-то горшке я ее слишком часто поливать приходится, и я ее потом посажу немножко, как бы, подредактировав горшок, да. Плюс там можно редактировать посадку не горшком, а добавлением каких-то определенных элементов для влагоемкости или, наоборот, для более быстрой просушки. Или вас вроде бы все устраивает, но субстрат слеживается быстро. То есть вы его чем-то разрыхляете. Так, то есть, и опять-таки это все вы определяете сами в ваших условиях. Да, я вам вот, ну, в этом плане дать совет не могу. Не могу рассказать, как делать. А как я группирую? Меня многие спрашивают, Юль, как ты группируешь? Вот, кстати, у меня лишняя вода не убралась, скопилась. Сейчас я ее пока вот вам снимаю, она уберется в салфетке. Будет уже сухое перед сном. А как я группирую? Ребятки, вот не по размеру горшков на самом деле, не по названиям. Хотя я бы хотела, конечно, с удовольствием здесь вот поставить там все альбовые. Здесь у меня, например, все были липчики, здесь там у меня все три липчики, еще как-то. Но, к сожалению, нет. Я все горшки ставлю. Вот мне, кстати, часто говорят, у тебя там так в разнобой стоит. Да, но я ставлю по потребности в поливе. У меня могут стоять очень большие горшки, очень маленькие вместе. Потому что, по сути, просыхают вот они одновременно. И требует полива вот здесь и сейчас, когда там все остальные не хотят полива. Я такие группирую в один лоток. И я знаю, что вот этот лоток я поливаю чаще других. Или, наоборот, у меня есть лоток, который я поливаю реже других. Правда, такое есть. И иногда вот эти лотки выбиваются из ритма. Есть лоток, у которого вот у него такой постоянный ритм. Вот у него есть дополнительный полив. К сожалению, так бывает. И группирую я по этому принципу. Вот так вот. Ну что ж, не буду затягивать это видео. Надеюсь, что вы порассматривали, что-нибудь углядели. Если вы что-то углядели, вам понравилось, вы не поняли, что это. Такое красивое было. То пишите в комментариях. Я вам обязательно напишу, отвечу. Все с удовольствием расскажу. Тут у меня доходяшки мои, к сожалению. А тут не доходяшки. Тут у меня вот такая печалька стоит, у которой случилась беда с точкой роста. Но это тема для отдельного ролика. Вот. Спрашивайте. Все отвечу. И буду заканчивать, потому что длинные ролики, как говорит мне статистика, никто не любит. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео с друзьями. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.